Привет, мои хорошие! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, что вы уже все подписались, чтобы не пропускать самые свежие и актуальные новости. В этом видео я хочу ответить на такой частый вопрос, который вы мне задаете. Я не могу похудеть. В чем же причина? Как же быть? И соответственно, как прийти к идеальному весу? Давайте детально с вами разберемся в этих вопросах. Очень часто я слышу на своих консультациях, я сижу на диете, вес не уходит, постоянно хочется есть, постоянная тяга к сладкому, устала от этих качелей, на 3 килограмма похудела, потом снова набрала 5. Думаю, что для многих достаточно знакомые ситуации. И человек сидит на огромных количествах диет, интервальное голодание, диета на гречке, на курице, на воде после 6 не есть, есть в определенное время и так далее, и так далее, и так далее. И вот худеющий человек постоянно находится в поиске той самой работающей диеты и в надежде скинуть наконец-то эти злосчастные килограммы и прийти к идеальному своему весу. Но я открою вам секрет. Нет той самой волшебной диеты, которая бы привела вас к заветной цифре на весах. Ее просто нет. Понимаете? Нет этой чудесной диеты, которая бы решила эти все вопросы. Нет идеальных продуктов для похудения. Что есть, что работает? Работает только комплексный подход. Это работа в комплексе с вашим здоровьем. То есть это работа с желудочно-кишечным трактом, работа с дефицитными состояниями, работа с гормональным фоном и так далее. Почему же только комплексный подход может решить вопрос с лишним весом? Потому что существует на самом деле большое количество причин, почему вы не худеете. В первую очередь это и психологические причины. Ведь вы не принимаете свой вес, вы боретесь со своим весом, то есть вы боретесь в первую очередь сами с собой. Вы при этом начинаете резко сокращать свой рацион, вы испытываете стресс в этот момент ваш организм. Как только вы впадаете в состояние стресса, в вашем организме повышается уровень стрессовых гормонов, подскакивает кортизол, инсулин. И соответственно, когда организм находится в состоянии стресса, он не сжигает жир. Вы должны это понимать. Он сжигает собственные ваши мышцы. И поэтому на стрессе вы набираете еще больше килограммов. То есть обязательно потом произойдет откат. Помимо этого, одной из частых причин, почему у вас не получается похудеть, являются различные гормональные нарушения в организме, гормональные сбои. И здесь, да, причин гормональных нарушений достаточно много. Это может быть нарушение углеводного обмена, это может быть нарушение в рабочей щитовидной железы, нарушение нормального соотношения половых гормонов. И поэтому, пока вы не приведете в порядок свои гормоны, конечно же, невозможно будет похудеть. А также еще одной частой причиной того, что вес не уходит, является то, что вы не расходуете то количество энергии, которое вы потребляете с пищей. То есть у вас получается избыток поступающей энергии, избыток питательных веществ, и которые, соответственно, не успевают сжигаться в вашем организме, и он уже откладывается в подкожно-жировую клетчатку, в те самые проблемные места. Также еще одной причиной, почему у вас не получается похудеть, является то, что у вас рацион нездоровый, он несбалансированный. Вы потребляете огромное количество быстрых углеводов и сами при этом не замечаете, какое огромное количество перекусов в течение дня вы производите. То есть нет осознанного питания. Помимо этого, еще одна причина, почему вы можете не худеть, является дефицитное состояние в организме. В первую очередь, это дефицит таких важных и нужных нам витаминов и микроэлементов, как витамин D. Если ваш организм в дефиците по витамину D, вы никогда не будете худеть, потому что как только в организме мало витамина D, конечно же, организм будет включать процессы жирозапасания. И помимо этого, железодефицит приводит к тому, что организм впадает в состояние стресса, в условиях стресса включаются механизмы жирозапасания. Поэтому в условиях железодефицита также очень сложно скинуть вес. И ряд других микроэлементов точно также влияет на процессы жиросжигания. Еще одна причина, которая приводит к лишнему весу, это нарушение нормальной микробиоты в организме. И вот когда нарушается нормальный микробиом, в частности из-за несбалансированного, нездорового рациона, из-за обилия быстрых углеводов в рационе, это опять же приводит к росту условно-патогенной флоры, та же самая кандида, начинает присутствовать в организме в большом количестве. И это приведет к тому, что опять же будут запускаться процессы жиросжигания. Вот понимаете, какой замкнутый и порочный круг у нас в организме на самом деле все взаимосвязано. И помимо вот этих основных аспектов, влияющих на жирозапасание на физиологическом уровне, есть еще и психологические причины, с которых я начала собственно говоря свой рассказ, психологические причины, они также влияют на жирозапасание. То есть это различные скрытые ваши убеждения, зацикленность на фигуре, это непринятие собственного тела, это какие-то детские травмы, которые идут еще с детства, это какие-то глубинные программы, установки, защиты. И конечно же это все необходимо решать и здесь уже необходимо работать с психологом. Для того, чтобы комплексно проверить свой организм, устранить нарушения, из-за которых вы не можете скорректировать вес, привести в порядок свое питание и нормализовать наконец-то вес, с этой целью я приглашаю вас на свою персональную консультацию по коррекции веса, где мы с вами детально все разберем. Для того, чтобы оставить заявку на консультацию, переходите по ссылочке под этим видео. Желаю всем огромного здоровья, берегите себя и до новых встреч!